Журнал достаточно толстенький, как я уже сказала, поэтому мы будем не заострять внимание, а так пройдемся по всем моделям. Луи Витон показывает нам серию 3. Это серия авторских фотографий. Здесь очень красиво представлена одежда и сумки, аксессуары. Вот жакет меня, конечно, заинтересовал. Очень красиво Луи Витон. Дальше идет Ральф Лаурен, если я правильно говорю, потому что я уже давно приноровилась говорить дизайнерские имена, так как я с первого раза решила их называть, поэтому тяжело переориентироваться. Либо Ральф Лаурен, но в общем, в любом случае, если главное, это суть, это вот сама фотография, сами вещи. Здесь Ральф нам уходит корнями в дикость, да, в дикие леса. И такого дикого человека. Тут идет женщина с румянцем, с такими ожерельями в виде камней и зубов и такой шикарной, роскошной шубе. Шанель, черно-белые фотоснимки, панковский стиль. Такой вот панк, скрещенный с классикой, потому что туфельки сами поломаются, такие из 60-х. Дальше идет Прада. Моя обожаемая Прада, потому что они настолько интересные ткани, подбирают такие плотные. И вот эти вещи Прада можно действительно носить, потому что остальные это под вопросом, но Прада это такая классика. Вот такие вот сумочки квадратные будут входить в моду, видите? Потом перчаточки длинные. Темно-красные вот накладные вертнички. И прически я вам уже показывала из прошлого влога, то есть такая вот игулька на бок. Хвост. Дальше идет Точка Абана. Вот эту фотосессию не очень понимаю, честно говоря. И вообще Моника Пелуччи уже изжила себя. Ну ладно, я не буду комментировать. Потому что здесь она так смотрит на ребенка, как будто она его сейчас либо сожрет, либо, не знаю, в огонь закинет, в печь. Ну, не знаю, хотя Моника Пелуччи, она, по-моему, итальянка, да, и Дольче Кабано тоже итальянские дизайнеры. Естественно, они приглашают. Вот здесь Наталья Водянова, которая здесь, не знаю, каким боком тоже вписалась. Потому что все-таки это славянская внешность, да и китаянка здесь, вот смотрите. Ну, в общем, у Дольче Кабано, как всегда, полный микс. Беременные модели здесь вот встретилась семья такая у них, видимо, большая. И Негритоска тут вообще что-то затесалась, непонятно. Но так интересно, в общем, картина интересная. Хотя, вы знаете, есть две стороны медали. Люди, поклонники есть, которые ненавидят Дольче Кабано, Версачи и так далее. А есть те, которые обожают. Это вот, как правило, старое поколение. Том Форд, красавчик. Такое платье с похороной. И сапоги. Тоже неплохой вариант. И коса. Обратите внимание на эту косу, потому что в следующем году будут очень в моде объемные толстые косы. Прям очень. Сент-Лаврану, Париж. Такой готический образ. На два разворота. Роберто Кавалли с шикарным платьем, как будто зеленые обмакнули в черничный соус. Валентина. Отличная фотосессия здесь вышла. В черном. Люди в черном. Гучи. Шикарный образ, как обычно пропагандируют. Тут какое-то этно идет. Красное платье. Красный цвет будет актуальный. Дальше Мио Мио уже показывала вам эту серию фотографий якобы с улицы. На самом деле, конечно же, это модели. Красивая вообще постановка. Просто замечательная. И здесь идет змеиная кожа, ретро-прически. Очень нравятся модели, подобранные модели. На втором развороте также Мио Мио. Как будто вот нечаянно, да. Там есть и действительно реальные люди. Я читала про эту фотосессию, да. То есть, как они делали. Смотрите, какое платье. У меня на даче таких платьев много. Оно на самом деле хлопковое, приятное к телу. Сумка непонятна. Не поняла я эту сумку. То есть, не поняла сочетание цветов. Серая, бордовая. И еще такая вот отделка. Интересно. Но непонятно мне. Я люблю что-то более законечное. Вот как, например, Майкл Корс. Это уже новая коллекция 2016 года. Посмотрите, какая сумочка. Просто загляденье. Но мне, конечно, не влезет. Я обычно в сумку все, кладу все, что только можно. На случай Армагеддона, как вы знаете. Такой вот сумка-клач, кошелек. И все главное в коричневом стиле. И какой молодец, Майкл Корс. Смотрите, здесь такая фотосессия в листве. И мы чувствуем осень. Здесь, смотрите, какие меховые манжеты у модели. И все, и пальто коричневое такое интересное. В общем, второй разворот тоже. Сумочки показаны. Вот такая более трапециевидная, что ли, сумочка. И также здесь оставлены белые края по бокам, чтобы, видимо, мы понимали, что как красиво смотрится. Даже платье похоже, кстати, на осеннее листву. Потому что... А, это, да, это и есть осень. Это, я думала, что это осеннее листво, это платье. Но оно очень похоже на осеннее листво. Серьезно. Даже сразу и непонятно. Вот здесь только свитер виднеется. Макс Мара. Тоже классическая версия. Они очень любят бежевый. Я смотрю, коллекции последние идут бежевый, бежевый. Здесь припудрено розово-бежевый такой оттенок. Так. Манклер. Кстати, давно не было видно. Шикарная фотосессия. Как обычно, они рекламируются зимние. Ну, тут вот, не знаю, платье. Здесь точно куртка. Чувак, видимо, здесь очень сильно замерз. Или боится, что на него сядет ворон. Но определенно, посмотрите, какая атмосфера. Прям как картина, да, у этого... Вот у этой фотографии. Как картинный вариант. То есть на пляжу, на холодном, в горах. Вместе с орлами тут, с воронами. Со всеми. Красота. Блюмарины. Яркие цветы. Кстати, цветы вообще никак не отходят. Они и в следующем году будут. Только в разных вариациях цветочки. Это вот мы только с вами рекламу смотрим. Но я обожаю. Я обожаю, когда лог толстый. Когда он с рекламой. Босс. Хьюго Босс. Вот такое незатейливое пальтишко. Красный клатчик. Обратите внимание, все сумочки в новом сезоне маленькие. Баулов нет. Как я люблю. То есть это либо среднего размера клатчи. Эскада. Черно-белая. Ла Перла. Тут Наоми шикарная. Или это же 40 или 50. Она от этого просто не продолжает. Выглядит просто шикарно. Шикарно женщина выглядит. Не знаю, с кем она сейчас встречается. С Доронином уже все, конечно же. А с кем она сейчас встречается, не знаю пока. Давно о ней новостей никаких не было. Пантерочка. Значит, Макс Мара. Ой, посмотрите, какая у Макс Мары сумочка. Это прямо покорение моего сердца идет. Квадратная. Такая кубическая, точнее даже сказать. Если мы смотрим в трехмерном пространстве. Она кубическая. Тут какой-то поезд, да, девушка едет. История есть определенная. И тут даже название Хирис Кьюб. То есть здесь кубическая форма присутствует у нас. Дальше Филипп Плейн. Диско Пати. Черный волос с пчелкой. Панковский стиль. Мальчик тут что-то ползает. В поисках очков. Наверное, очки потеряла. Дальше. Квесс. Вообще, честно говоря, не поняла эту рекламу. Потому что, посмотрите, сам костюм, он, конечно, как будто родом из 90-х. Единственное, что здесь вытаскивает квесс, это модели. Потому что они шикарные, они красивые. Сама вот одежда, это до попка вот эта вот джинсовая куртка. Только за счет бюста, наверное, и можно его приобрести за счет модели. Потому что вот эта черная потертость, но тоже приемлемо, потому что посмотрим, что будет в следующем году. Может быть, и к нам вернется этот страшный потертый деним. Так, это как-то Стюарт Уэйтсман. Это, наверное, обувь. Новиночки у нас в бассейне. Спорт Макс. Тоже одна из моих любимых фирм. Классические, потому что стиль диктуют. Вот это НК точно классическая. И отделка интересная. Пинко. Хипстерский стайл. Пинко. Вот так вот, молодежно. Платье с кроссовками скрещется. Томми Хельфигер. Как говорит этот парфюмерный маньяк, Хельфигушки или как-то так, в общем. Интересный. А, кстати говоря, тоже камбэк идет в 70-е года. Ну, прям явный, потому что, смотрите, бежевые. Такие брюки и цифры. Тут и оранжевый с черным. Полный камбэк возвращения. Марина Ринальди. Ну, это для дам. Так. Это H&M. Профессионально так сфотографировано. Но вещевые H&M, увы, мне не нравятся. И к тому же, недавно я подала запрос. Хотела у них поснимать видео в магазине, где интерьер. И что-то до сих пор нет ответа. А я такого не люблю отношения. Хотя бы что-то ответили. В общем, окончательно у меня испортилась кетчендема. Так, коллекция винила. Это уже началось у нас, наконец-таки, странички Vogue. Боттега Венетта. Вот здесь дама такая стоит. Ретро дама. Кстати, опять отсутствие ли тонкие брови, или отсутствие бровей идет. Джорджа Арманим. Такие. Здесь уже сумочка Пауэлл идет. Но она не такая, конечно, огромная. Но все равно, видите, форма сумочки достаточно интересная. Интересная, потому что она, как будто, сдвигается на несколько частей. Ну, тоже классический стиль Арманим. Ланвин. Опять идет такие цвета. Слушайте, золото. С коричневым, с оранжевым. Как будто на платье листва такая вот. Да? То есть, как будто платье припорошила листвой. Такой богемный шик. Вместе с мехами тут. С красными помадами. С летящими платьями. Просто замечательно. Александр Маквин. Маквинушка дорогой. Здесь он шелка, шелка. Все идут шелка. Надеюсь, вам видно. Мне отсвечивают. Селин. Сумочки просто волшебные. Кстати, и пальто тоже. Смотрите, какое пальто. Я бы не отказалась. Вот такое пальто. Это я только начала, считайте. Потому что журнал толстый. Надеюсь, мне хватит памяти. Вот Хлои идут в парке. У них часто такие сюжеты. Две подружки куда-то идут. Тоже обратите внимание на мелкий рисунок на платье. Джим Мичу. Ну, тут классика. По-моему, всегда классическую обувь делает. Дорогостоящая. Там раньше тысячи тридцать, наверное, стоила пару. Сейчас не знаю. Так-так-так. Дальше идёт Микки Мото. Это жемчик всегда на этих... Вот сразу, как вот идёт текст, сразу Микки Мото всегда идёт. Шанель ювелирные украшения. Каруся. Кстати, говорила, что не будет сниматься. Вот опять мы видим в Сандарану. Её лак для губ. Очень красиво всё это рекламируют. Дисквар от Мои любимцы. Просто любимцы. Навеки. Посмотрите, какой эскимосский стиль. Тут лежит собачка. Сами по себе пушистые, огромные свитера. И вот эти этнические мотивы. Просто замечательно. Кстати, я показывала как-то на стене ВКонтакте видео. Давала ссылку на показ. Это было месяца два назад. И вот Воктук сейчас рекламирует. Шанель. Тифони и Компани, Живанши. Вот уже начинается... Кстати, так я и знала. Так я и знала, что будет леопардовый принт. Прям хлебом не корми. Прям тянет меня на леопард. И вот смотрите, он опять возвращается. Украшение строптивых. Самый буйный принт сезона. Достаю свои леопардовые брюки однозначно. Кислотный леопард. Желтый, красный, рыжий. Так, Сальватора Феррагам. Например, реклама продолжается. Фенди. Сумочки невинно. Как только платьицы порекламировали. Шелковая революция. Это выбор ВОК. Вот выбор ВОК. Леди Ти. Викторианский стиль. На пике популярности. Блузка с воротником, стойкой. И носить все это, виду, пиццаком ВОК рекомендуют. Вот Фенди продолжается. Кстати, сумочки так... Нет, сумочка есть. Ее не видно. Сумочка связана со спортом. Это коллекция. Однозначно не мой вариант. Потому что я как-то к спорту отношусь. Так. Здесь идет выбор ВОК. Идет... Такая фотосессия. Тоже с красным. То есть это алая блузка с пантом. Нарочитая яркость. С косухой отличная. Отличная для уикенда. С белыми брюками хорошо. И на бархат. Ну, в общем, на выход. В общем, замечательная. Красный цвет сейчас будет везде. Здесь идет нарядные блузки. В военном стиле. Я еще, кстати, удивляюсь, как у нас военный стиль прям массово не пихают. Но вот видите, все равно он есть. Вот здесь коллекция военные жакеты. В некоторых коллекциях промелькивается, так скажем. Так. Тут кто-то валяется. Модель Нью Джо. Италия. Так, здесь классический черно-белый такой ансамбль для коктейля или похода в театр тоже, кстати говоря, подойдет. В свежей подаче. И тут вместо деловой рубашки блуза с валанами. И вместо смокинга комбинезон. То есть такая фреш-подача. Вот здесь такой выбор-вок романтической путешествия. Прям на набережной стоит. Кружево, оборки, тесьма, вставки. Чем больше декора, тем лучше. В общем, опять. Это жабо. Жабо возвращается. Прям Дэвид Боовый 2. Вот Карусика опять рекламирует. Кстати, это у него реально татуировка лев или нет? Надо будет посмотреть. Вот здесь рок-навикат. Уже леопард такой дерзкий. Леопард и принц сразу. Два тренда. Пышные валаны и блузка. И золотая цепочка еще, кстати, тоже. Вот Версачи у нас. Кстати, почему-то в середине прям журнала. Странно. Нам денег не хватило на рекламу, наверное. Брунелла Кокенеля. Какие красивые. Просто идут. Зима. Но мне кажется, им тепло. В таких костюмах теплых. Дальше продолжается выбор вок. Прям все на расхват. Вот образы дневной красавицы. Тут и чубчик такой, и очки, и черное платье. Маленькое черное платье с белым воротником опять возвращается. Такой вот был образ у Катрын Денев. В фильме дневная красавица. Вот аксессуары подобраны просто здорово. Как раз, кстати, осенний вариант, когда возвращается деловитость в мозг. Здесь у нас идут какие-то чепочки. Из Парижа с любовью называется. Заголовок. Чепчики в моде. Здесь идут словарные какие-то, да, ровные. Здесьидут кл abruptей зме.